Очень часто возникают, вы знаете, у нас проблемы из-за многоженства. Мужчины вступают во второй брак. Ведь прежде чем второй брак, к сожалению, должен признать, что в нашей республике практика многоженства очень неуспешная. Очень неуспешная. И большинство из них, большинство мужчин идут на вторые, на третьи браки, заведомо зная о том, что он не способен быть справедливым между этими женами. Он, зная, идет на это. Соответствует ли это призыву Священного Кур'ана? Нет, не соответствует. Аллах же в Кур'ане говорит, Если вы опасаетесь, у вас есть опасения, что вы будете неспособны сохранить справедливость между этими женами, то живите с одной женой, говорит Аллах. Мужчина все-таки находит, то так находит, то всяк находит, то скрытно, не скрытно. Аллах, это все причиняет большой ущерб нашему обществу. Поэтому те люди, те мужчины, которые не находят, не уверены в себе, не уверены в той жене, с которой они живут, если ты не способен достаточно закрепить, укрепить эту семью, нельзя говорить, что в этом она виновата. Не бывает, чтобы только жена была виновата или только мужчина. Обе стороны виноваты, поэтому, если ты не справляешься с одной семьей, как ты можешь создать вторую семью? Если в этом твоя вина, то попробуй хорошенько построить эту семью. Мы говорим о семье, почему? Потому что мы хотим хороших юношей, воспитанных, которые воспитаны в имане, крепких, которые не поддадутся всяким призывам Запада, всяким сектантским веяниям, которые обрадуют нас, когда мы окажемся престарелыми славами. Нормальное поколение не может вырастить, пока у вас со своей супругой не будет порядка, пока вы не сможете устроить гармонично свое отношение со своей супругой. И здесь главным, Аллаху Тааля в Священном Куране говорит, «Аузу билляхи мина шайтан р-раджим, «Ар-риджалю каввамуна алян-ниса» «Воистину мужчины являются главенствующими над женами» и возложил на него задачу обеспечения своей семьи. И одним из рычагов, главных, основных рычагов, которые Всевышний Аллах дал мужчине, это быть обеспечивающим свою жену. Сделайте так, чтобы вы были приносящим домой всегда что-то. Не обязательно это, чтобы было дорогим там и так далее. Заставляйте. Ничего сложного в этом нет. Будьте добры к своим женам. И этим вы их подкупите. «Джубилен насу аля хубби ман ахсана илайха ва богдай ман асаа илайха» сказано. «Воистину человек сам по природе создан любящим любого того, кто делает ему добро и ненавидящим того, кто совершает ему зло». То есть любой человек, который совершает доброе дело людям, он любим. Даже если мы его не знаем. Вот возьмите, вот если вы узнаете, что в какой-то стране какой-то правитель раздал бедным, окружил бедных своей страны такой заботой, он дарит им подарки, любит бедных, поддерживает бедных. Мы разве не влюбляемся в этого человека? Природа наша такая, что мы любим того человека, который совершает, творит добро. Заставить свою жену себя полюбить, это можно быть только самым ленивым и самым-самым скупым человеком. Заставьте их себя любить своей добротой. Они не будут вам возражать. Они будут вам послушны. И поэтому то, что Всевышний Аллах сделал нас руководящими, потому что руководящая роль мужчины закрепляется тем, что он обеспечивает свою жену. Нужно добывай, выходи, зарабатывай. Аллах тебе поможет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова